Вот это наш сын. Общий дом, взаимопонимание и трехлетний сынишка. Во время съемок он в детском саду. Семья Кареловых, Андрея и Гюзели – подлинное доказательство того, что найти свою половину можно через приложение знакомств. Через полгода предложение, и еще через полгода поженились. То есть это реально? Конечно, это реально. Сайт знакомств – это как интернет. Много всякого мусора, но если поработать и быть настойчивым, то вполне реально найти. Это офигенная вещь. И сейчас это норма. Сегодня рынок интернет-знакомств – это десятки приложений, охватившие не одну страну. Популярность их растет, и по оценкам социологов пользуются амурными электронными порталами порядка 350 миллионов жителей планеты. Каждая пятая пара, дошедшая до ЗАГСа – это люди, которые познакомились через тематические сайты. Во-первых, интернет позволяет познакомиться и понять, все-таки стоит ли нам встречаться глаза в глаза. Другой момент – это тоже очень ценный и важный, что я могу выбирать из нескольких. Экономически важный момент – мне никто не нужен для контакта. Если он появляется, то прекрасно. Если люди доходят до ЗАГСа, если он не появляется, то мы спокойно расстаем без боли. И это тоже снимается, прям психологическая, терапевтическая проблема. Впрочем, бдительность терять не стоит, отмечают психологи. Самое безобидное, что может случиться, вы нарветесь на неисправимого Казанову. Хуже, если по ту сторону экрана с вами переписывается личность с психическими отклонениями. Во-первых, есть определенный процент реальных психопатов. Да, альфонсы и психопаты – это как раз тот самый риск. Мошенники – еще одна категория людей, встреча с которыми вполне возможна на платформах знакомств. Жительница Самары, которая провела немало времени на подобных сайтах, решила поделиться своими наблюдениями при условии анонимности. Много аферистов, которые прямо всяческими способами выманивают твой номер. И потом начинаются звонки с разных номеров. Вот девушка зарегистрировалась на сайте знакомств во время переписки, поделилась там фотографиями. И потом начинается шантаж. Либо я выкладываю фотографию, либо вы мне даете 50 тысяч, грубо говоря. Справедливости ради нужно сказать, что не только женщины становятся жертвами аферистов, на сайтах знакомств. Например, мы сделали запрос в МВД. Такая история произошла в ноябре 2021 года. Мужчина обратился в полицию. Он перечислил девушке 9960 рублей на покупку билетов в театр. Само собой, девушка после перевода средств исчезла. В прошлом году в регионе зафиксировали почти 40 похожих преступлений. Почему ушел с сайта знакомств? Это пролистать порядка 100 анкет. Из этих 100 анкет, скажем, допустим, дай бог, если что-то 10 тебе понравится, просто по аватарке, да, начинаешь залазить уже в анкету, там будет еще меньше девушек, кому-то захочешь просто написать привет. Ты напишешь, допустим, привет трем-пяти девушкам, одна-две из них ответят, и не факт, что это одной из двух девушек, ты пойдешь просто на свидание. Евгений Попов причисляет себя к тем, кто уже не верит в сайты и переключился на более эффективный метод быстрых свиданий. Таким способом он и встретил свою супругу. У нее совпало вот как раз там чуть ли не все 14 знакомств, и она потом звонит и говорит, что устала ходить на свидание. Не надо тратить время на долгие переписки, на фейковые фотографии. Помимо этого на свиданиях вы одновременно знакомитесь сразу с 10 представителями противоположного пола. И плюс, когда ты видишь человека вживую, ты сразу видишь его рост, его комплекцию, слышишь его голос. Главной причиной поиска альтернативных способов знакомств и отказ от давно привычных является повышенная занятость современных жителей мегаполисов, считают аналитики. Тем не менее, каким бы ни был именно ваш метод, важно понимать, что найти своего человека – это лишь начало, возможно, счастливого и долгого жизненного пути.